Доброе утро. В концертно-театральном центре Югроклассик состоялась церемония завершения реализации этапа проекта «Наставничество. Наставники. Вместе, не рядом, а вместе». Подробнее об успехах и целях проекта поговорим с заместителем директора Департамента социального развития Югры, начальником управления опеки и попечительства Немчиновой Еленой Владимировной. Доброе утро. Елена Владимировна, что это был за проект? Это проект, в который Ханты-Мансийский автономный округ Югра вступил одним из первых трех субъектов Российской Федерации. Инициатором проекта стала Наталья Владимировна Комарова, и она же стала одним из наставников, ребят, которые воспитываются в Центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Радуга», либо являются выпускниками центра, или воспитываются в приемных семьях. Кроме того, наставниками стали заместители Натальи Владимировны, отдельные руководители исполнительных органов государственной власти. Целью такого проекта была возможность дать ребятам общение с уважаемыми, высоко профессиональными людьми, специалистами своего дела, поделиться опытом жизненным, опытом своим профессиональным навыками и знаниями. И вот эти ребята, так скажем, вытащили такую счастливую карту, и у них была возможность на протяжении шести месяцев встречаться с руководителями и подчерпать от них жизненные знания. Мы прямо сейчас можем увидеть, что на экране ребята участвуют вместе с видами политических деятелей нашего округа в обсуждении, какие-то вопросы они обсуждали. Да, мы подводили итоги нашей работы совместной, шестимесячной. Мы говорили о том, что каждый из нас взял для себя из этого проекта. Ведь не только ребята черпали эти знания, навыки и опыт взрослых людей, но и мы, взрослые, учились снова общаться с такими молодыми людьми. Наталья Владимировна, ей дают сертификат и ее подопечным. Да, все участники получили сертификат, который был предоставлен Агентством стратегических инициатив за работу в этом проекте. А что он дает в дальнейшем? Работа в этом сертификат, но ребята могут его использовать в своем портфолио. Это ведь очень важно и интересно, когда ты мог работать в такой... Вот смотрите, у меня наставником был губернатор, да? Да, это вообще шикарно. То есть ребята не только приходили и беседы, проводили беседы с ребятами, нет. Они участвовали в рабочих совещаниях руководителей, они выезжали в поездки рабочие с руководителями, они ходили с ними на какие-то досуговые мероприятия. То есть самый разный был способ общения. Да и для взрослого человека возможность почувствовать себя наставником и в качестве ты наставник-мама, наставник-друг, наставник-педагог или шеф. Это тоже позиция, которую взрослые искали во взаимодействии с молодыми людьми. Елена Владимировна, а можно сказать о том, что этот проект даст возможность этим ребятам устроиться на работу в дальнейшем? Как-то это поможет им в жизни? Такой цели проект не преследовал, но вместе с тем мы достигли. У некоторых ребят свершились их и установки, и цели, и какие-то мечты. Трое ребят, например, поступили учиться. У троих ребят очень серьезно повысились успехи в обучении. Кто-то трудоустроился из этих ребят и продолжает работать. У кого-то еще впереди вот это движение вперед, кто-то заканчивает 9 классов и выбирает эту себе профессию. При этом, когда мы уже подводили итоги нашей совместной работы, мы определили... И наставники, и ребята высказали, абсолютно все высказали пожелания о том, что они хотят продолжать взаимодействовать, общаться друг с другом, звонить, делиться с тем, что они достигли. То есть это как-то они пришли к какому-то... Они стали чем-то большим друг для друга, чем наставник и подопечный, да? Это оказалось очень важным. Я еще раз говорю, важным как для взрослых, так и для детей. А скажите, вот этот проект, он единоразовый или еще будет проводиться? Или еще где-то проводится? Нет, проект здесь на самом деле продолжающийся, длительный. При этом надо отметить, что опыт реализации проекта наставничества в автономном округе уже есть. Это город Нягань. Они по большому счету и дали толчок развитию проекта наставничества. В Нягань развивается наставничество тоже в отношении воспитанников, в отношении детей, учреждений и детей, которые воспитываются в семье, попали в трудную жизненную ситуацию, нуждаются в некой такой поддержке и в толчке, который бы дал им рост вперед. Это не обязательно дети, которые плохо учатся или у них что-то с поведением не так. Нет. Это эти дети, которым необходима помощь, может быть, и в получении образовательных услуг, именно в подсказке, куда двигаться дальше. Так вот, Нягань наставниками выступают и вообще инициаторами проекта является общественная организация, городской родительский комитет. И они-то как раз и стали, так скажем, продвигать этот проект. Кроме того, в городе Нижневартовске наш проект подхватили, вот аналогичный тому, который мы реализовали в Ханты-Мансийске, подхватил глава города и его заместители. И тоже очень активно работают по нему. Мы будем подводить итоги в июне, как раз, когда будет День защиты детей. Мы желаем удачи вашему проекту, потому что это нужное дело, которое, мне кажется, важно, социально значимо для югорчан. Благодарим за то, что вы нам рассказали об этом проекте. Успехов вам и увидимся в несколько минут. Спасибо.